Друзья, всем привет! Мы с Юрием Григорьевичем сейчас на складе ЖКЦ, и у нас есть одна очень интересная идея к Новому Году. Смотрите. Это старый металлический каркас типа «Глобус», который стоял раньше в Черниговском квартале. В таком виде, как он сейчас есть, как место игры для детей, он, конечно, изрядно бестолковый, ну, просто неактуальный. Так вот, мы хотим из этой металлической конструкции сделать такую модную новогоднюю штуку, как большой светящийся ёлочный шар, в который можно будет заходить и фотографироваться, например, в инсту. Выглядеть это должно быть примерно вот так. Это будет чистая самодеятельность, поэтому мы вот с Юрием Григорьевичем прям по ходу решаем, что мы с этим будем делать. В одном из этих сегментов будет вход, то есть вот эту параллель убираем, экватор убираем и следующую параллель убираем. Между вот этими меридианами человек может зайти. Примерно вот так это будет выглядеть. Вот здесь может человек зайти, вот это убираем, вот это и вот это. Здесь высоты хватает, чтобы пройти. С полом мы напланировали такое. Если вход будет здесь, то и доски пола должны лежать продольно входу, чтобы просто не было спотыкачки. Для этого две металлические лаги перебросятся вот с этой точки на противоположную и также там. Вот с этой арматуры планируем сделать вот тот вот чепчик туда наверх, по какому-то каркасу, по условно бочке или ведру, обкрутить арматуру, подварить ее и сделать тут символ петельки, елочной игрушки. Ну и из каких-то вон обрезков стальных труб эти или эти соорудить лаги пола. Мы не гарантируем успех, потому что такая чистая самодеятельность практически как поделка в садике. Но постараемся сделать все, что можем. Что у нас получится, посмотрите чуть дальше. Доброе утро! Сегодня воскресенье и просто шикарнейшая погода, как для первого дня зимы. И вот у нас с Юрием Григорьевичем был выбор. Либо ехать сегодня на рыбалку, либо оббивать старую краску, а потом красить нашу большую елочную игрушку. У нас, как это часто бывает, все первобытно, поэтому чистим просто молоточками. Технология такая, надо бить по касательной. Вообще ювелирка. Давай перекати. Ну мы, насколько могли, краску обили. Результат, конечно, на троечку, но для лучшего результата у нас нет ни инструментов, ни времени. Поэтому покрасим уже как есть. Если надо будет, то на следующий год перекрасим. Но, насколько бы плохо мы не покрасили, всю ситуацию спасет количество гирлянд. Так что красим. Красить будем в белый. Так празднично, по-новогоднему. Очень хорошо выглядит. Просто белые дуги. Теперь светящиеся гирлянды завершат этот проект. Ну и надо же наверх сделать вот этот наконечник елочной игрушки. На этой неделе придут все эти светящиеся гирлянды, снежинки. В общем, Юра с супругой там сами выбирают. И мы здесь, прямо на месте, в один из вечеров просто затестим опытным путем, как это будет работать. Ну что, все, расход. Идем греться. Сегодня работники ЖКЦ и Юрий Григорьевич вместе полностью украсили наш каркас. Обтянули гирляндами, дюралайтом. Еще добавим немного желтых гирлянд вот сюда вот, на верхнюю часть. И еще засветится горизонталь дюралайта. Сейчас пока горят только снежинки и гирлянды. Но уже выглядит очень эффектно. Пока выключили, сейчас пойдем на площадь. Найдем с Юрием Григорьевичем место, где будем устанавливать. Ну а ребята вот уходят от электрики у ЖКХ. Огромное им спасибо, что проделали такую работу. Мы бы здесь сами ничем не подключили. Обошли мы с Юрием Григорьевичем всю площадь. До сих пор в сомнениях. Но предварительно все-таки остановились на углу вот этой зеленой зоны, где наша живая елка растет. Сомневались между этими местами, туда ближе к люксу. Но аптека люкса настолько ярко светится, что наш шар там просто потеряется. А здесь, во-первых, темное место, он оживит эту точку. А во-вторых, самый большой транзит площади. Всем доброе утро. За день до открытия елки у нас здесь целая делегация. Мы находим точное место для оленей, для саней и для нашего шара новогоднего. Шар вот здесь на углу зеленой зоны, как я вчера и говорил, уже вечером. Это самый большой транзит людей. Все, друзья, всех с наступающим Новым Годом. Сегодня вообще Николайчик. Так что завтра уже можно будет насладиться этими новыми светящимися объектами. В шар можно будет зайти, сфотографироваться внутри. Единственная просьба, пожалуйста, не вандальте. Дайте постоять хотя бы там до самого Нового Года. Посмотрите, вот так это выглядит уже в темное время суток. Посмотрите, сколько людей. Значит, все правильно сделали. Ну и олени с санями популярные. Здесь отдел культуры попал в точку. И явно всем понравилось. Молодцы. Ялинонько, красуночко, яскравому в броню Для мешканців Славутича засвічуй всі в огні! Все, спасибо всем, кто поучаствовал в создании этого светящегося шара. Этой небольшой, но очень прикольной такой фотозоны для Славутича. Всем спасибо. Это прям действительно много людей. Это и электрики, и сварщики, и монтажники. В общем, всем-всем-всем. Всех не перечислю сейчас. Хотя проект маленький, но людей там было задействовано очень много. И, конечно, особая благодарность КПЖКЦ и лично Юрию Юрченко. Без тебя, Юра, этого бы маленького проекта не было бы. Все, пока! Перед покраской положили такое покрывало на дно. И еще одна гениальная идея посетила. Общественная интимная зона. Ставим туда такой круглый матрас, свечи, приглушенная музыка. И начинаем поднимать рождаемое Славутича.